понедельник день тяжелый особенно когда это понедельник ранний после выходного доброе утро всем время пол седьмого утра так нормально все выехать мы можем никто не мешает вчера просто здесь было заставлено слишком плотником у здесь машины стояли все мы сейчас будем выдвигаться только-только начинает светать вот что-то она с утра не хочет гореть я не знаю это лампочка потом горит надо ее поменять сейчас на таможню приедем короче мы двигаем на таможню сейчас по дороге все расскажу пробуем выезжать вы тут выйдете с проблем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поездим в Улан-Удэ, туда-сюда, прогулка, по городу, все такое... По итогу мы никуда не ездили... Объясняю почему... Ну, есть главный фактор, есть старостепенный... Начнем с старостепенных... Старостепенные факторы, во-первых... Ну, они не так важны, но все равно... Вчера, хоть и светило солнце, но был очень сильный ветер... Сегодня, пока, такого ветра нет... Да, где это разрешено, затем на следующем повороте или проложить... В Брестке домой едут... Да, где это разрешено, затем на следующем повороте или проложить... Нам 28 километров до него... О, так рассказываю... Короче... Так, я так понимаю, Якутия нас пропускает, да? Якутская скани остановилась заворачивать... Вот, был сильный ветер, вроде как там и солнышко светило... Но с утра было пасмурно, потом вроде как ничего, солнышко было... Но дул такой ветер... Ну, честно сказать, как-то особо даже с кабины вылазить не хотелось... Но это первая вторая сторона, степенная причина... Ладно, думаю, поеду... Загуглил это Яндекс.Такси, чтобы вызвать... А здесь получается как-то Иволгинский какой-то район... Ну, Иволгинский... И это еще Иволгинский район, не Улан-Удзинский... И все, и Улан-Удэ такси сюда не приезжает... Вот, как-то форточка была приоткрыта, думаю, что за шум... Вот, думаю, ну идти вызывать какую-то... Какую-то там сюда, чтобы приехали... Думаю, тут еще хорошую копеечку обойдется... Но это тоже, как бы, тоже, в принципе, вопрос решаемый... Я сначала, думаю, может поехать туда, в сторону Улан-Удэ... Там на Руснефте стать... Там есть Руснефт, заправка... Думаю, там стать туда точно приедет кто-нибудь... Но... Сыграл роль основной квантер... Честное слово, вчера просто вот... Ну, не хотелось и все... Вот, какой-то такой вот... Во-первых, проспал, я сюда приехал... Пошел, спросил за баню, говорит... Вот, приехал в 5 вечера... Вот, говорит, да, пожалуйста, все... Топлено, топлено, свободно... Да, идите, снимайтесь... Короче, я пошел помылся, в 6 часов... Ну, попарился, помылся, все, огонь... В 6 часов пришел в машину, ну, надо же полежать после баньки... Короче, просыпаюсь в 11 вечера... Встал туда-сюда... Водички попил и дальше спать... До 8 утра проспал... Вот в 8 утра... Ну, не в 8... В пол восьмого, наверное, поднялся... И вот... Ну, не хочется никуда ехать и все... Ну, вот, честно, так хотелось просто тупо полежать... Эти все ютубские дела закинуть... Короче... Не хочу и надо... Боролись... Долго... Но еще плюс вдобавок... Вот эти второстепенные факторы... И, короче... Решилась всякая, так сказать... Ну, не то чтобы... Кстати, я с этой стороны еще ни разу не езжал... Куда не заезжал... Надо пропускать... Вот... Поэтому... Ай... Сделаю я сей выходной... Через 180 метров... Поверните налево... Позавтра... Там... Будетесь... Бухгалтерию... Сюда... Подбил там... Депет... Кредит... Там... Туда... Сюда... Все, что же надо там... Подбить... Посчитал... Обычно я все это каждый день делаю... Ну... На пару дней закинул... Потом... Включил... Кино... И все... Как говорится... Атрофировался... Подбал... Подбил... И целый день вот там провалялся... Вот... Не знаю почему... Ну... Хотелось... Просто хотелось поспать... Оттакнуть... Может уже... Сегодня у нас какое... Думаю... Ну... Думаю... 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 Сиденья... Сутки... иногда вот это просто огонь полежали я вчера у честно сказать отдохнул сочет полон сил энергии можно ехать от дамаска не понимает шутка а вот уже вот свыше простой это уже конечно ничего хорошего но и второй прикол расскажу на мне телефон контакт гадали брокером я ему звоню позвонил и что в 12 дня туда-сюда да 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 все тут я немножко в руле там я потом смс-ка сброшу сообщение адрес куда ехать 8 вечера нет никаких смс-ка я написал ему смс-ку я жду где где-то папа сан ну и положил телефон думаю ну часов до 10 если мне отзовется я ему выиграл еще раз напомню о себе ёбушкин вот просыпаюсь уже пол 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 двенадцатого наверно было а смс-ки нету ну ладно чё я уже человеку барабанить может уже спать лег позвоню с утра там вот часов в семь пол седьмого сейчас сижу чай пью добивай уже пол седьмого он мне звонит вы уже доехали я говорю куды ну вот это может не ты красавчик ты мне адрес кинул да я вам смс-ка отправил я говорю не знаю кому-то отправил я не получал ой ну надо же было монета продублировать пришла не пришла я надо же было продублировать мне вы получили смс или нет ой тут что-то у нас закрывается я не знаю первый раз слышу что у ландэка на дороге закрывается с 6 запрещен там короче я понятия не имею я пока нет остановит ласты заломать значит поедем назад значит пускай привозят таможника куда хочет там досматривают и делают что хотят осталось 22 километра никогда здесь бывать не доводилось с этой стороны и вообще в самом ландэре бывать пока не доводилось раз поезда посмотрим вот такие дела так что экскурсия полу сейчас какая получится какая получится именно по достопримечательностям переносится на неопределённый срок но она путь когда не знаю надо вчера честно снова просто не хотелось ничего я чуть себя заставил пообедать сохранения желудок ужин и то уже время было на часа 4 я совместил обед сушеного и больше уже никуда не хотят воду салон время 7 утра еще без пяти а можно там типа с 8 работать едем я ствола ну да с этой стороны велкам столицу буряции вам еще целых 17 километров на работа паспорт вот я так и не понял про какой тут запрет езды у меня дима корешок сюда постоянно ездит я первый раз вообще слышу приори о каком-то запрете езды куда-то вану да и нельзя въезжать на счету мне тут рассказывал такое приеду встречу с ним спрашиваю варим мне говорили что и в иркутску ради как запрещено тоже чуть днем езжать я не знаю я там никаких знаков не видел по иркутску поездку знаков никаких нет грузовикам нельзя в москву понятно нельзя нам как все конкретно знаки все зла здесь судя потому это этот берег селинги правый у нас промышленный хотя он с правой стороны уже какие-то районы жилые правильно промышленный а потом жилой идёт ну не свозил так проедем по промзоне хотя бы ну я думаю вы должны понять каждого такое состояние бывает называется состояние полного нестояния ни на что да обе сдох это я про автобус правильно совсем не хочет ехать не знаю обе пока ведут куда ведут куда заведут думаю а если смысл двигаться в правом ряду пока язем да вот промзона закончилась живой район какой-то пошел такой довольно таки серьезный правобережный какой-нибудь нет промзона не совсем закончилась тоже базы 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 сантехника туда-сюда баклажан а то я тоже перестроюсь этот базик обогнать вернее по этой дороге опередить по идее пробок еще быть не должно чего только 7 часов еще все нужны только стёплых постели и вылазить не все народ уже едет на работу вот ирана начинаю как возьмите европу так там они уже в пять утра в шесть уже все работают зато в три часа дома с одной стороны хорошо есть один минус тока рано вставать но это соло плохо жаворонком проще зато в три часа ты уже как парень чаще можно сказать целый день свободен микрорайон 102 тихо так вот ты приходишь на работу к 9 допустим до свете до шести рабочий день вот так 9 пришел можно сказать утра смотрите кто здесь есть шериф огонь можно сказать пол утра там ни туда ни сюда ну паспал ты там да да семей базара нет до шести у тебя рабочий день ну пока ты домой доехал уже 7 это при хорошем раскладе все пару часов и уже надо там детей спать укладывать там если вот уроки например сделать когда с детьми уроки делать а так в 3 ты пришел и только они со школы все пришли об концу мир битта за угол все садимся дети в шоке хорошие оценки а так всем пришел надо еще и туда и сюда по квартире там бегать не тусится чё-то ужин там какой-то а уроки сделали да ну и ладно между собой переме подмигнули друг дружке соберет класс бежай пожалуйста так мы сейчас железку пересекаем и кренсим вправо еще 11 километров нам они тут все вправо едут в основная масса не что-то мне подскажешь вот потом по этой вот дороге мы будем выезжать которого прямо пошла по ней будем она ждите нет стоп это это меня вправо здесь куда вправо дочь умела сюда вот в этот двор а через сто вот сюда да поехали ладно здесь односторонняя дорога рассвет очередной бурятии смотрите какая прелесть рассвет и когда приятнее чем закат не знаю почему рассвет начало нового дня нового веселья а стоять зорька нам здесь надо мы в принципе вот оттуда выехали а мы тут немножко как бы срезали от снимем улану да полностью всю нашу поездку я думаю вы будете не против посмотрим не на самый центр где мы сейчас ездим медицинская улица вот всем медиком пламенный теперь они с собой согласны между собой обе у нас главное лучше все равно посмотреть никого нету хорошо спасибо брат что дал мне вывернуть радиус взять предприятие какой-то ах не успел прочитать какой-то завод так так кого зои космедемьянской точно ну пока вырезали какой-нибудь знак я нет я не знаю чем не тут и так раскричался с утра я я это сразу приедем задать ему пару вопросов он так расшумелся как мы хитро едем сам бы никого жизни не нашел бы раньше находили как-то ездили без тех этих маждаш глаш ларс иван правильно прямо не за прямо у нас симпатичный знак кирпич называется нас главное я не знаю я пока вот еду и дужи даже да под знак грузовым еще пока нигде не заехал как будто частному сектору катаемся так у нас главное но нам прямо нам здесь налево не надо ой 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 малость потряхивает не так чисто у листики еще просто никто не убирал так то вот первое впечатление на улицах чистого мусора нет листья есть базара нет но мусора вот чтобы там бутылки валяли стану не до конца но в основном чисто обычно едешь день и густок сразу видно что коммунальщики ничего делать не хотят так пока приятное впечатление о мы тут год какой-то центр вы ехали тут трамваи светила видишь я дороги не знаю снова звонил мне брокер ну сделай что я уже на подъезд я же не держался я уже спросил у него чудо причем не сказал что с левого берега на правой 6 до 9 грузовикам запрещено вот я груда конечно не оттуда ехал я с сутки не так пози метро сами туда-сюда лабора красавчик все говорит ядрой пробки горит там начинается пишет так что все хорошо ну еду долго ну читайте я уже знать сколько я даже 40 минут я уже 25 минут 8 назад то мы явно будем но дело в том что назад мы не сразу поедем на выезд у нас тут еще одна дельца наметилась об этом позже не будем бежать перед паровозом сначала закрою вопрос с этим делом с таможней а потом короче у нас тут будет небольшой небольшая до загрузка надо нам забрать тут один единственный палет потом на его выгрузим в нижнем новгороде ночью веса 18 тонн места хватает почему вы почему бы за пару копеек не взять и не догрузиться может быть еще какой-нибудь будем потому что вторая до загрузка у нас планируется завтра в иркутске но еще пока она не подтверждена поэтому я пока про него говорить не будут например до того же иркутска можно отсюда с улану для тоже что-нибудь еще забрать легенького за половину пары копеек как бы вчера больше про улан-удэ мне ничего не озвучивали хотя я так сам смотрел до загрузки есть то есть что там можно забрать смотрим день только начинается самое главное это вопрос таможни все остальное это уже пыль мелочи загрузки там эти что там приехал балет закинуть нам главное здесь очень долго не потерять очень много времени не потерять но метр 300 метров остался здесь чтобы только воинская часть сумма какая-то режимная территория как-то как на тюрьму похоже сетка такая здоровенная для воинской части уже очень сильно все угорожено тюрьма не успел прочитать 450 метров направо как это козловые краны там тут что-то какой-то частный сектор что я не знаю мне вот сюда вот налево показывает надо заезжать через 100 метров поверните направо затем на следующем повороте поверните налево что я не понял я емора куда мне сюда заезжать-то какой-то зелененький указатель может мне туда перепроложить стройматериалы какие-то написаны я позвоню ему еще раз алё как вы говорили улица бог рада 77 а 73 мне что-то 77 я забил а хорошо это вот железная дорога у меня тут с левой стороны да получается это значит я еще наверно не доехал и я какой-то магазин березка это мне дальше еще значит ехать наверно еще дальше сейчас если с городом и маленький такой и но внутрь заводит будто надо как будто кучу частный сектор меня зовут еду по прямой по ней да получается все-все я понял хорошо а вот краны какие-то такие вот большие такие на который на рельс ну козловой все 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 краны я вижу заправки пока нет на следующем хорошо ну я я уже здесь на месте а все вижу заправка вот заправка вижу все еще один восстановлюсь у меня положить вот вам и машин ты помолчала бы чудовище она заводит меня туда внутрь в частный сектор я же так понимаю что мне не надо в частный сектор правильно мне вот сюда надо вот с левой стороны вот козловод тут контейнерный терминал заправка вот двухэтажное здание где нам лучше пришвартоваться здесь вот возле заправки и станем правильно может даже и на самой заправке самой мы не будем становиться погрузка выгрузка складское хранение аренда помещений в принципе можно будет даже можно даже вон туда поехала развернуться и вот там вот стать давайте мы так и сделаем хотя я буду туда сюда кататься я потом здесь крутанусь и все стану здесь напротив заправки я никому не мешаю мне никто не будет мешать и все-таки туда поехать стать там как-то посимпатичнее тут прямо совсем уже возле дороги ладно поехали туда все так будет лучше таможенное свидетельство приготовил сразу ну отлично и не мешаю никому и не прямо возле дороги все красиво в принципе можно было дать сюда и ночью приехать какая ж ты грязная кормилица а перед лакой помою и коли не видать ждем брокера вот парень парня гайван давай брат брокер мой уже подписчик вот короче видите как нас тут арестовывают таможня таможня осмотра мало таможня теперь будет делать досмотр завтра будут выгружать подробности потом расскажу не понравился чем-то и мой брус который у меня повесили мне пломбу сзади и сказали что все это дело будет решаться завтра иван коридна вот у них горит этот мост этот с девяти 6 до 9 закрывает для грузовиков нельзя проехать слева ну как бы типа нельзя слева берега на правый селенги проезжать так что вот такие вот друзья дела постояли там сейчас будем стоять здесь понятно сейчас никуда не поедем ни в какой город потому что кто его знает как тут что повернется вот туда мы заезжали на осмотр сюда загнали на досмотр блин нас уже до загрузка на сегодня взята даже не знаю чё с этим будет чё сейчас будет теперь ну чё будет тут мы-то будем стоять завтра не знаю будут выгружать смотреть короче на целый день это хорошо если на один